Не успели депутаты Госдумы начать оцененную сессию, как в Нижней Палате уже громкий скандал. То, что выдал сегодня с трибуны Владимир Жириновский в адрес Ирины Родниной, а потом и всей Единой России, может стать предметом изучения комиссии по этике. В ответ на требования извиниться, фракция ЛДПР и вовсе в полном составе покинула заседание. И просить прощения явно никто не собирается. Репортер Анатомия Дня Алексей Николаев о том, как назвал Жириновский легендарную фигуристку, каким эпитетом наградил Единую Россию, а главное, с чего все началось-то. Пока они еще только рассаживались по своим местам, все обсуждали его. Иосиф Кобзон вернулся с лечения в Италии. Но когда на трибуну зала пленарных заседаний поднялся Владимир Жириновский, все мысли депутатов были уже о другом. Хочу вам представить нового губернатора Амурской области, представителя фракции ЛДПР. Абрамов Иван Николаевич. Встаньте, Иван Николаевич. Он тоже ждал, что ему зааплодируют не только его соратники, но и парламентское большинство. Но единороссы только переглянулись. Не может быть, ведь в Амурской области победил их кандидат Козлов. А ВЛДПР настаивает на втором туре. Давайте пересчитаем. Всего три района, шесть участков, полчаса работы. Вываливать у бюллетеней все сядем, посчитаем. Зачем же вываливать, заметила депутат с первого ряда. Лучше бы Ирина Роднина этого не делала. Помолчите, кто там что-то видел. Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка. Да там молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Сидит и все время мне мозги компонсирует. Бессовестная даже. Казалось, сейчас Жириновский перейдет в рукопашную и ему пригрозили. У нас есть комиссия по этике, которая могла бы проанализировать характер нанесенных обид и принять адекватное решение, если не прозвучат публичные извинения в адрес Ирины Константиновны. Но комиссии по этике он не боится, ведь она уже несколько раз рассматривала его поведение. Но о Жириновскому все сходило с рук. Какая муха его укусила в этот раз, знает только он сам. Вы же не слышите, что она говорит? Вы сюда выйдете, Единая Россия, и нашего человека посадим, и он будет бубнить, что вы неправы, что это ложь, что это неправильно. Да что это такое? А сосед говорит, это говорит, нам вас противно слушать. Слушайте, а нам противно с вами в одном зале быть, в одной стране быть с вами. Вы не партия, вы преступники. Преступники вы все. Жириновский пытался вернуться на место, но сегодня ему явно не сиделось, а порядок в партии такой. Стал старший, встали все. И громко хлопнув дверью, они обещали всех посадить, но не обещали вернуться. Алексей Николаев, Анатой Медни. А теперь о том, что происходит сейчас на сербско-венгерской границе. Там, в нейтральной зоне, после того, как Венгрия перекрыла беженцам проход на свою территорию, в нейтральной зоне, в нейтральной зоне, в нейтральной зоне. Кромноте, это пока. Продолжение следует...